Здарова кулинары! Мы снова на кухне. И сегодня мы начнем прожаривать атаку. Система атаки состоит из множества различных частей. И если я буду рассказывать сразу обо всем, то видео будет длиться больше часа. Поэтому я буду рассказывать о всех частях подельности и разобью это все на несколько небольших видео. За атаку персонажа у меня отвечает компонент комбо-атаки. В нем можно задать несколько комбо-атак. Также у каждой комбо-атаки можно задать какое-то условие, при котором она будет выполняться. Каждая комбо-атака состоит из одной или более атак. У каждой атаки есть задержка перед применением, длительность применения, окно в течение которого нужно вызвать следующую атаку, индекс анимационного клипа, минимальная и максимальная дистанция, с которой можно выполнять эту атаку, набор воздействий, которые эта атака применяет противникам, которые под нее попали. У каждого воздействия можно указать задержку, указать его айдишник. Здесь мы можем указать длительность воздействия или же мы можем установить флаг внешнего управления длительностью. Это значит, что длительность атаки будет влиять на длительность воздействия. Дальше мы видим флаг отслеживания острее атаки. Это значит, что импакт-агент будет отслеживать позицию острее атаки и подстраиваться под нее. Что это значит? У каждого персонажа, который будет каким-то образом атаковать, есть внутри в префабе объект Spearhead. У каждой атаки есть своя анимация. И в каждой анимации анимируется объект Spearhead. Этот объект отвечает за точку удара. Допустим, персонаж бьет мечом и объект Spearhead будет отслеживать позицию меча, а игровой объект импакт-агента будет отслеживать эту позицию и применять воздействие ко всем противникам, которые попали в его область действия. Импакт-агент — это игровой объект, который по определенной логике находит цели и применяет к ним какое-либо воздействие, то есть импакты. Есть определенная категория импакт-агентов, которые трекают позицию оружия и объекта Spearhead и наносят урон всем противникам, которых задело это оружие. Все импакт-агенты лежат у меня в определенной папочке бандлов, так как это игровой объект, у него есть префаб. Посмотрев на этот префаб, мы видим, что у него есть компонент BSG Mojit, что значит, что это обычный игровой объект, который подчиняется логике игрового мира. У него есть также ряд специфических компонентов, в том числе настройки воздействия, которые применяет этот импакт-агент к целям, которые он нашел. В импакте мы указываем фильтр, по которому идет поиск этих объектов, то есть мы можем найти цель из своей команды, из чужой команды, из любой команды. Мы можем применить этот импакт к себе, к другим объектам или ко всем вообще объектам. Также мы указываем список воздействий, которые применяются к найденным объектам. Конкретно в данном случае этот импакт-агент несет одну единицу урона, оттолкнет цель с силой равной двум под углом 15 градусов и прервет выполнение его действия на полсекунды. На данный момент из доступных воздействий у нас еще есть притягивание или указание пресета. Пресет это уже какой-то настроенный импакт, который хранится в конфиге импактов, и мы можем его получить по айдишнику. Вот так вот выглядит конфиг уже предустановленных настроенных воздействий. Вот, например, предустановленное воздействие нанесения урона, которое просто наносит урон в размере единиц. Или, например, воздействие отталкивания, которое толкнет противника с силой равной трём. Тут у нас конфиг импакт-агентов, где мы по айдишнику можем сослаться на конкретный префаг конкретного импакта-агента. Тут у меня имеется уже ряд предустановленных импакт-агентов и даже один импакт для способности персонажа. Дальше тут набор компонентов специфических для системы воздействия. О них я расскажу в другом видео. Впрочем, это уже совсем другая история. А сейчас мы сосредоточимся на самой атаке. Дальше у нас у персонажа можно настроить какие-то модификаторы, которые будут применены к персонажу во время выполнения этой атаки. В данном случае атака замедляет персонажа. Тут мы указываем идентификатор модификатора, его тип применения, это прибавление или умножение. Мы указываем тип модификации, сейчас доступна только скорость. И указываем величину, на которой эта скорость изменится. Данная настройка означает, что модификатор с таким-то идентификатором умножит скорость персонажа на 0.5, то есть снизит в два раза. Таким же образом настроены следующие атаки в этой комбо-атаке. Каждая ссылается на свой импакт-агент. И после выполнения комбо-атаки мы ждем кулдаун в одну секунду, чтобы в следующий раз запустить еще одну комбо-атаку. Выглядит сейчас это примерно так. Зеленым кружочком отображается направление взгляда персонажа, а красный кружочек это атака spearhead, то есть острее атаки, за которым будет следить импакт-агент. Вот я зажимаю кнопку атаки и у меня проигрываются анимации атаки мечом, условно. То есть персонаж машет своим мечом и за ним следует объект атак spearhead. Также мы можем заметить, что во время выполнения комбо-атаки на стадии каждой атаки создается свой уникальный импакт-агент, который добавляется в иерархию объектов. Например, вот так вот это выглядит. У третьей атаки очень сильное отталкивание и противники разлетаются во все стороны. Первые две атаки отталкивают не так сильно. Точно так же враги выполняют похожие атаки. У врагов настроена минимальная и максимальная дальность атаки. Это значит, что они должны подойти на определенное расстояние, чтобы ее выполнить. И если мы подойдем к ней слишком близко, они будут от нас отходить. А внутри компонент комбо-атаки выглядит следующим образом. У него здесь список комбо-атак. Мы можем получить этот список целиком в режиме Red Only. Или же мы можем получить комбо-атаку, которая соответствует заданным в ней условиям. Если таких атак несколько, то мы получим случайную с наибольшим весом. У каждой конкретной комбо-атаки можно указать ее вес, условия выполнения, список атак и кулдаун. Сама модель атаки выглядит таким образом. То есть здесь так же, как и в инспекторе, мы видим задержку, длительность выполнения, длительность окна для вызова следующей атаки, индекс анимации, минимальная-максимальная дистанция, список импакт-агентов, список модификаторов. За само поведение атаки отвечает атака-компонент. У атаки есть несколько фаз, и каждой фазе соответствует определенное состояние. А сама атака реализуется со стейт-машиной. Я написал простую стейт-машину, которую можно использовать в различных ситуациях. У нее простой API – это получение текущего состояния и установка следующего состояния. Само состояние, имеет ссылку на стейт-машину, и оно может запросить у стейт-машины включения какого-то другого состояния. Также каждое состояние может реализовать свое уникальное поведение входа и выхода из состояния. Компонент атаки во время инициализации создает все свои состояния и заносит их в словарь для быстрого доступа. И по умолчанию устанавливает состояние Not Started. А вы, наверное, посмотрели вот на это и подумали... Егор, ты нам в прошлых видео заливал про внедрение зависимостей, а сам создаешь эти зависимости прямо в классе? А вот и нет. Потому что это не зависимости. Это структурирование внутренней логики класса. Потому что состояние этой стейт-машины – это не то, от чего она зависит. Они инкапсулируют логику компонента атаки. Дальше мы видим обычную реализацию стейт-машины. Это вход в состояние. Мы проверяем наличие состояния, выход из текущего состояния, вход в новое состояние. Дальше специфика импакт агентов, которые я не буду сейчас затрагивать. Дальше ряд публичных методов, которые мы можем дергать из текущего состояния. А также методы получения следующей комбо-атаки и следующей атаки в текущей комбо-атаке. Работает компонент атаки через CoreUpdate и он делегирует выполнение CoreUpdate своему текущему состоянию. В состоянии NotStarted компонент ничего не делает и при входе в это состояние он сбрасывает свои параметры. А во время выполнения атаки в этом состоянии объект переходит в состояние ожидания атаки. При входе в состояние ожидания компонент настраивает тайминги этого состояния, а в CoreUpdate он отчитывает оставшееся время этого состояния. После чего он либо переходит в состояние атаки, либо если текущая атака была сброшена, он возвращается в состояние NotStarted. При входе в состояние атаки он устанавливает таймер, он устанавливает флаг атаки, создает импакт агент и добавляет модификаторы. В CoreUpdate он проверяет не была ли сброшена атака, в случае чего он переходит в состояние NotStarted. Если атака все еще активно, он обновляет импакт агенты, а когда атака была завершена, он прерывает импакт агенты через Cancel токен, он отменяет все модификаторы. Если у нас есть следующая атака, он переходит в состояние ожидания этой атаки. Если текущая комбо атака еще активна, он переходит в состояние кулдауна. В противном случае он переходит в состояние NotStarted, где просто ожидает начало следующей атаки. Если в момент выполнения атаки мы попадаем в окно триггера следующей атаки, мы устанавливаем соответствующий флаг, на который мы потом будем смотреть после выполнения текущей атаки. В состоянии кулдауна мы настраиваем таймер, сбрасываем какие-то ненужные нам данном состояние параметры, а в CoreUpdate просто ждем завершения кулдауна и снова переходим в состояние NotStarted. И таким вот образом у меня реализован цикл атаки. Такая система позволяет настроить в игре любую последовательность атак любого противника. А в следующем ролике я рассмотрю систему импактов, которая позволяет применять любые воздействия на цели. В комментариях вы можете написать, каким способом вы бы реализовали такую систему атаки. А на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, звоните в колокольчик. Увидимся на кухне!